завершена во всех группах и впечатление которое я в частности получил она конечно очень разные по отношению к тем работам которые были представлены на таких работ по крайней мере еще две модульные контрольные работы ну вы знаете некоторые из вас бывает просто будет мягко говоря удивляют вот такие оформления работ только об одном хотел бы поделить вот присылает студент x свою контрольную работу на мою почту оформляйте у меня в пдс он фотографирует 5 листов на месте 5 листов фотографировал а потом сшил в пдс и вот ну каким образом он это делал это конечно можно тоже провести дознание что называется я просто хотел рассказать один листик у него нормальный проекции но видно только пол листа которые он мог уловить свой объектив своей камеры второй листик он перевернул на 180 градусов третий листик положил направо четвертый листик положил налево все это сфотографировал добросовестно и отправил анатолий владимир анатолий владимир чтоб прочитать такую контрольную работу написанную почерком похожим на кем на тот почерк каким сегодня врачи дают записываются свои рецепты сам почерктов невозможно разобрать а тут еще чтобы прочитать я должен сначала встать на голову потом лечь на левый бок потом лечь на правый бок он не то не сможет посоветовать все могут таким же образом крутить свой компьютер так чтобы прочитать вот эту работу как вам нравится вот я ему пишу этому умнику который мне прислал эту работу я вас дуже прошу уважно переглядаты то еще вы мне надесла надесла что он пишет уже российской молодыми отвечает я не пойму что вы имеете в виду ну как вам нравится такие такие работы так прочитать такую работу невозможно просто в принципе и человек который отправляет на полный или он прикалывается или еще что то такое но это же надо было так оформить что один лист у него перевернут прямо наоборот и все они по-разному сфотографированы вот это конечно сильное очень впечатление производит так очень сильно не будем называть имен но есть такой герой среди вас все-таки немножечко думайте когда вы присылаете свои работы не ко всем это относится но к отдельным отдельно взятым личностям конечно следует повнимательнее относиться к своей работе значит теперь продолжим вот расширенное поле три вида представлений мы ими будем пользоваться я вам уже говорил о том как полиномиальная запись связана с векторным представлением так а вот имеется еще и экспоненциальная запись обычно мы записываем в виде некого ну уже альфа это будет взят из греческого алфавита и все степени этого альфа пробегает все элементы ну например альфа в первой степени а вот у нас имеет 0 это конечно же и соответствует нулю трех разрядных когда мы пишем единичку это альфа в нулевой степени по сути дела это будет единичка в младшем разряде а слева она наращивается двумя нулями соответствии с этим и полиномиальная запись тоже это x нулевой степени дальше если я просто берем x как вот в этом примере в правом столбце x написано это будет означать что это первая степень икса соответствующая единичка во втором разряде векторного представления 0 1 0 если мы прочитываем справа налево это будет альфа при альфа равном x мы вот таким вот образом записываем самый первый элемент он находится этот элемент уже во втором разряде альфа в квадрате соответственно x квадрат мы перемещаем тогда в левый разряд эту самую единичку в векторном представлении а не записываем альфа в квадрат если у нас вот такой вот полином который мы изначально взяли как неприводимый а именно x кубе плюс x плюс 1 вот то мы можем записать что корнем этого полинома является элемент альфа а что это означает что если я в этот полином подставлю альфа я получу 0 раз он корень когда мы записываем что альфа в кубе плюс альфа плюс единица есть 0 ну а отсюда мы легко переносим в правую часть знаки над полем характеристики 2 не меняются при переносе плюс и минус одно и то же мы поэтому знаки минус забываем когда работаем в таком поле и просто запишем что альфа в кубе равняется альфа плюс единица вот это альфа в кубе и означает начало редукции по модулю вот этого же самого полинома вот мы дошли до альфа в квадрате а потом альфа в кубе вот первая редукция вы видите вот в этой строке наступает редукция это вот как раз есть когда мы используем вот эту вот запись которая здесь записана со звездочкой для корня неприводимого полинома п от и и тогда мы записываем что альфа в кубе равняется альфа плюс один вот оно и записано у нас альфа то вот вот она альфа и плюс 1 мы по сути дела складываем эти два элемента вот этот элемент как бы альфа а этот элемент единица мы их складываем получаем альфа в кубе ну а соответственный полином x кубе тогда мы записали равняется x плюс 1 вот это полиномиальная запись здесь не может быть степени больше чем 2 вы заметите что все полиномы имеет максимальную степень x квадрате почему потому что x кубе это степень самого полинома по модуру которого мы и осуществляем все эти операции скажите если здесь какие то вопросы вот по этой табличке 3 представления которые мы часто будем с вами пользуются нет вопрос то есть вам этот материал достаточно известен так да хорошо хорошо дальше конечно таким ключевым вопросом является обязательно что минимальные полиномы они принципиально важны минимальные полиномы поскольку именно с их помощью и будет осуществляться строительство так называемых порождающих полиномов и проверочных полиномов как они строятся вот при помощи этих самых минимальных полиномов ну напомним что такое минимальный полином минимальным полиномом который мы рассматриваем обязательно степени м мы говорим м вот та самая степень расширения так минимальным полиномом степени м будет называться полином минимальной степени с коэффициентами из поля f2 вот это полином обязательно с коэффициентами из поля f2 ну например видите x кубе плюс x плюс 1 при всех степенях x у а x это фиктивная переменная какая то ну просто перемен коэффициентами коэффициент или ноль или единица так вот минимальным полиномом называется полином минимальной степени корнем которого является альфа в степени и тогда мы получаем м и т корнем является альфа в степени и тогда мы получаем м и т ну например если альфа в первой степени мы получим полином м1 если его корнем является альфа ну представьте что корень является альфа возведя в квадрат мы получим то же самое и при подстановке альфа мы получаем равно нулю если же мы возьмем квадрат от этого то что же изменится опять мы будем квадраты складывать и опять получим ноль мы знаем что в поле характеристики 2 а плюс b в квадрате равняется а в квадрате плюс b в квадрате а двойка пропадает куда когда мы возводим а плюс b в квадрате там же еще есть плюс 2 а b так она пропадает поскольку двойка есть ноль на поле характеристики 2 если это использовать то мы можем знать что если альфа является корнем соответствующего полинома то и альфа в квадрате тут надо будет поправить да должно быть альфа да то альфа в квадрате будет корнем и альфа в четвертый последовательность всех таких элементов называется сопряженными элементами если мы рассматриваем теперь не м1 а м3 скажем да значит м1 это будет то же самое что м2 и то же самое что м4 ну для этого примера в принципе можно идти и дальше и альфа в восьмой степени здесь рассматривать но если альфа в восьмой например то этот альфа в восьмой будет совпадать с альфа с элементом а поэтому здесь тоже никаких вопросов не возникнет ну вот после того как мы с вами немножечко обратились здесь рассматривается поле два в третьей степени два полинома тока минимальных м1 и м3 как они между собой связаны они друг другу взаимные если этот я бы записал как 1 0 1 1 то вот этот нужно будет записать наоборот как 1 1 0 1 здесь иксовая координата умножается на 0 а здесь икс квадрате умножается на 0 таким же способом мы берем минимальный полином для поля 2 в четвертой степени при этом нужно сразу отметить что минимальный полином всегда определяется в отношении какого-то элемента мини маньяOUT э de him 1 это минимальный полином элемента альфа он же и минимальный полином элемента альфа в квадрате он же и минимальный полином элемента альфа в четвертой или альфа восьмой Это минимальный полином элемента. Кроме этого понятия важным является понятие... Какой полином мы называем просто неприводимым, а какой полином мы называем еще и примитивным. По определению, любой минимальный полином, поскольку полином минимальной степени, является неприводимым. Любой полином минимальный по определению есть полином неприводимым. Но не все из них являются примитивными. Например, мы говорим, что полином является, кроме того, примитивным, если его корень является примитивным. То есть имеет максимально возможный порядок в мультипликативной группе соответствующего поля. Вот здесь пример, например, поле 2 в четвертой степени. Это же поле имеет два подполя, по крайней мере. И поле f2 в квадрате, и поле f2. Поле f2 является подполем любых из расширенных полей. Ну и кроме того, если м является составным числом в степени расширения, то содержится в этом поле f2 в степени м и другие подполя. Ну, например, поле 2 в шестой степени, оно сразу содержит и поле f2 в третьей степени, и 2 во второй степени, и поле f2. Видите, сразу три подполя имеются у поля 2 в шестой степени. Среди полиномов имеются примитивные. Вот первый полином поле 2 в четвертой степени. Он является, вот он, если я его выделю, вот он, выделю. Он является примитивным. То же самое взаимный будет тоже примитивным. Исходный и взаимный полином имеют корни взаимно обратные. Если здесь α, корень первого полинома, который я выделил, то для последнего полинома он будет назван как М7. его корень равен α в минус первой степени. Они обратные имеют корни. Это тоже нужно знать и помнить. Полином, например, вот М3 в этом поле уже не является примитивным. Вот я его выделяю. Почему он не является примитивным? Потому что его корень α в кубе не является элементом максимального порядка. Он является элементом пятого порядка. Нам достаточно возвести α в кубе в пятую степень, чтобы получить единицу. Извините, пожалуйста, у нас опять зеленый экран. Можете перезапустить презентацию? А что, все время, которое я вам говорю? Нет, 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 появился. О, все, теперь хорошо. Ага, хорошо. Ну вот, смотрите. Вот примитивный, вот примитивный. А вот это не примитивный, потому что его корень имеет порядок равный пяти. И он не является примитивным. Что касается вот этого полинома М5, то он является примитивным для подполя. Подполя 2 в квадрате. Конечно же, он примитивный. Но на самом деле, когда мы его рассматриваем М5 в виде уже факторизации маномов. Так, x минус α в пятый, x минус α в десятый. Так, что сами эти элементы α в пятый и α в десятый не являются примитивными. Поэтому в самом поле, конечно же, этом поле 2 в четвертой степени, он тоже не является примитивным. А вот эти вот два, первый и второй, являются примитивными полиномами. При помощи таких вот полиномов, этих списков, и будут, нами строятся входы циклические. А теперь, собственно, маленький этот экскурс в те понятия, которые мы будем широко с вами использовать. Тема, к которой мы приступаем, называется циклические коды. Вы записываете в ваших записях циклические коды. И мы переходим вот к этой такой глобальной теме, которая называется циклические коды. Линейные циклические коды. Начинаем, конечно же, с самых простых кодов Хемминга, как циклические коды. Само определение циклического кода простое. Вот оно выделено здесь красным нашим шрифтом определением. Код называется циклическим, если содержит в себе циклический сдвиг любого. кодового слова своего. Если содержит циклический сдвиг любого кодового слова. Если код, например, длины N и N нечетно, к примеру, так, мы всегда можем найти группу из N слов, каждый из которых образован циклическим сдвигом предыдущих. И таким вот образом получим группу циклических сдвигов. Группу не в том смысле, как мы говорим, алгебраическая структура, а просто, скажем, множество из таких кодовых слов, каждый из которых образуется циклическим сдвигом предыдущих. Ясно, что вес слова при циклическом сдвиге не изменяется. Все они будут в этой группе иметь одинаковый вес. Одинаковый вес. А теперь, собственно, как строится код Хеминга циклический. Если мы использовали при обычном коде Хеминга, при рассмотрении таких кодов при помощи матриц, порождающих, проверочных, и там мы использовали, в первую очередь, проверочную матрицу. Потому что именно она позволяет нам получить ровно N различных столбцов этой матрицы. А как мы их переставляем? В этом нашем первом представлении оно было совершенно неограничено. Их можно было пересыпать при помощи N различных перестановок. Ну, например, даже код 74, то 7 факториал различных, это порядка 5000 различных кодов можно было построить. Как только мы переходим теперь к циклическим кодам, почему... А что у нас закончилось? Меня слышно еще, да? Слышно, но экран черный. А экран у нас пропал. Сейчас мы еще раз с вами... Ну, выглядели. Чудо, ерунда какая-то. У вас пропало, да, изображение? Да. Да. Вот я ее пытаюсь все время переанименовать, да? Он... Он не видит. Не отображается. Не отображается. Не отображается. Не отображается. Не отображается. Не отображается. Если говорить теперь о коде Хемминга, опять мы обращаемся к матрице проверочной. Вот она, формула 9. Видно? Видно. 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 Видно, какой простенький способ получения такого кода. Ну, например, для кода 7.4. Мы берем вот эти элементы альфа, где альфа есть не что иное, как корень нашего примитивного, обязательно примитивного полинома P от Х. В нашем случае это Х кубе плюс Х плюс 1, так? Ну, может быть, не обязательно Х кубе плюс Х, а может быть, взаимный к нему. Он тоже годится, но только в этом случае все слова будут прочитываться в другую сторону. Вот теперь, если я взял такой полином Х кубе плюс Х плюс 1, вместо Х поставил альфа. Вот это альфа и будет корнем этого полинома. Я их теперь, поскольку полином примитивный, его порядок элемента альфа будет максимальным. И он равен ровно 7. Альфа в седьмой степени даст нам единицу, так же, как альфа в нулевой степени. Теперь посмотрите, вот у нас ровно 7 столбцов получается. Их можно и в двоичной форме записать. Вот они. Тогда мы уже имеем обычную матрицу, двоичную. Но эта матрица будет отличаться от той, которую мы раньше с вами изучали. То этот код будет уже циклическим. Здесь у нас младший разряд находится сверху, наметите. В этой записи младший разряд сверху. Вот она, единичка. Альфа в нулевой степени. 1, 0, 0. Вот альфа. Она записывается как 0, 1, 0. Альфа в квадрате записывается как 0, 0, 1. Младший разряд, еще раз подчеркиваю, сверху. В этом нашем представлении. Альфа в квадрате записывается как 0, 1, 1. А потом будет циклический сдвиг. И так далее. Ну, с этим надо будет разобраться. Короче говоря, теперь мы говорим, что если я матрицу А записал в виде одной строки. В виде нарастающих степеней элемента альфа. Я умножу теперь h на некий вектор c. Буду использовать, что произведение h на c транспонированное равно 0. Я в результате, в итоге, получаю на следующем слайде. Вот у нас вектор c. На следующем слайде мы тогда записываем. c с ноликом на альфа с ноликом умножается. Плюс c1 на альфа 1 и тогда. И это есть 0. Тогда мы можем на основе вот этого записать некий полином. Полином cx вместо альфа я запишу cx. И тогда после этой записи я буду уже говорить, что при подстановке вместо x альфа я должен получить 0. Если я запишу теперь c от x как c с ноликом. плюс c1x, это будет полиномиальная запись кодового слова. После этого мы констатируем, что c от x полином при подстановке вместо x альфа есть 0. Отсюда делается важнейший вывод. что альфа, который является одновременно и примитивным элементом расширенного поля, он же является корнем любого кодового слова, циклического кода Хеминга. А почему он циклический? Возьмите c от x и умножите на x. Слева, например. Умножьте на x. Ну, не важно даже тут слева или справа. Все равно у вас все x сместятся на единицу. При c с ноликом будет уже x, а при c1 будет уже x в квадрате. В итоге, учитывая, что x седьмой степени дает единицу, x седьмой степени единица, мы с вами получаем циклический сдвиг. И для него, естественно, тоже будет 0. Но если c от альфа равно 0, то альфа умножить на c от альфа тоже равно 0. И тогда любой циклический сдвиг для него будет выполняться вот эта наша равенство. И таким образом код действительно становится циклическим. Почему? Если c от x является кодовым словом, то и x умножен на c от x по модулю, соответственно, этого полинома, дает тот же самый результат. А теперь идем дальше. Ну, хорошо. Если альфа является корнем кодового слова, то с таким же основанием и альфа в квадрате является корнем этого слова. опять используются важные свойства. Если в поле характеристики 2 мы берем а плюс b в скобочках возводим в квадрат, то это будет означать, что а плюс b в квадрате равняется а в квадрате плюс b в квадрате. Поэтому и для квадрата этого альфа будет выполняться то же самое. Тогда мы что констатировали? И альфа является корнем слова. И альфа в квадрате является корнем этого же слова. И альфа в четвертой степени тоже является корнем этого же слова. И вообще любое кодовое слово имеет те же самые корни, оказывается, что и у минимального полинома. тогда сразу возникает очень простой первый алгоритм кодирования, который обозначен здесь со звездочкой. c от x полином кодового слова может быть очень просто найден. При помощи информационного блока у от x в степени k минус 1 умножить на g от x. Где g от x не что иное. g от x порождающий полином. Для кода Хемминга будет обязательно минимальным полиномом. Потому что его корни у минимального полинома те же самые альфа, альфа в квадрате и так далее. И тогда они же, эти самые корни попадут и в c от x. вот самый простенький алгоритм кодирования формула со звездочкой. А степень g от x обобщается вот этот результат формулы 13 на все коды, которые и дальше будут рассматриваться. Которые будут называться уже кодами ВЧХ. Будут называться кодами ВЧХ. Вот посмотрите, как легко оказывается. Мы можем построить все множество кодовых слов, ну, например, для кода какого? Кода Хеминга 7,4. Длина слова равняется ровно 7 символов. Откуда мы взяли слово c1? А вот посмотрите, тут 4 младших разряда 1, 0, 1, 1. Это есть не что иное, как минимальный поленон. Это не что иное, Мастер 3, 2. Продолжение следует...